Николай Александрович Гибель в муках, без вины, без прощания Более ста лет миллионы людей терзаются загадками гибели царской семьи Нередко звучат мнения о том, что свидетельства участников расстрела Романовых подделаны Где конкретно и при каких обстоятельствах была совершена тайная казнь Они подождали и после полуночи начали делать Добивали лежащих на полу, еще не умерших В общем-то, картина такой бойния Мог ли кто-то остаться в живых? Сестры вкладывали маленькие записочки Адресованные царской семье, молим Бога о вас Пустились на шахты, поставили свечи, зажгли Почему исчезли 11 человек, а из могилы извлекли всего 9 тел? Вот схема, на которой показано взаимное расположение 9 скелетов И кому на самом деле принадлежат эти тела? Перед членами комиссии историков-экспертов было поставлено Следственным комитетом 36 вопросов Чтобы установить истину, было начато новое расследование С привлечением самых передовых научных методов Вероятность на многие-многие порядки превышает точность, которая приведет к подпечаткам пальцев Законченные все исследования направлены на идентификацию людей Расследование привело к сенсационным открытиям И только сегодня мы можем о них рассказать Расследование убийства Николая II императрицы Александры Федоровны, их детей и приближенных Было возобновлено 22 сентября 2015 года Для того, чтобы исследовать некоторые вопросы, которые на момент прежнего следствия Остались, наверное, не совсем, не полностью разрешенными За это четверть века, которые прошли с момента прошлых исследований Конечно, и наука наша продвинулась далеко вперед И технологическое оснащение научных лабораторий И экспертиза стала более современным Мы надеялись получить более объективные результаты Новое следствие не должно было ни подтверждать, ни опровергать Результаты предыдущих расследований, которые велись с 1993 по 2011 годы Перед следователями стояла непростая задача Заново проверить все версии и гипотезы того Что происходило в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 1918 года Прояснить все спорные моменты И ответить на главный вопрос Являются ли останки, найденные в Поросенковом лагу под Екатеринбургом Телами членов царской семьи и их слуг Мы назначали все экспертизы заново И в состав экспертных советов были включены эксперты И те, которые участвовали в исследовании 90-х годов, начала 2000-х И те, которые пришли просто вновь По благословению патриарха московского Сияруси Кирилла Была создана церковная комиссия Которая тоже занималась вопросом по идентификации людей Которые были обнаружены в захоронении На Поросенковом лагуне, далеко от Екатеринбурга Следствие и представители Русской Православной Церкви Конечно, уже работали вместе Все результаты, которые получало следствие В общем-то, доводились до членов церковной комиссии Екатеринбург Мужской монастырь святых царственных старостотерпцев В урочище Ганина Яма Здесь воссоздана подвальная комната дома Ипатьевых Где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Был убит российский император Николай II Его семья И те, кто до конца остался верен им И отказался покинуть всылки Мы сейчас находимся в комнате Которая полностью имитирует размер расстрельной комнаты В доме Ипатьева Его мы знаем по протоколам 1918 года, который делал Сергеев И 1919 года, который делал Соколов, следователь Черной краской на полу Указаны границы комнаты Наша съемочная группа стала свидетелем следственного эксперимента Который должен полностью восстановить события кровавой расправы Криминалисты устанавливают свою аппаратуру Поставим 3D-съемку Снимаем полностью всю комнату в 3D-модели И потом баллисты готовятся ставить метки на стены Повреждения от пуль Которые также были зафиксированы в протоколе Сергеева Начали работать Начало 20 века Первая мировая война Уличные демонстрации Назревает государственный переворот Итог Отречение от престола российского императора Николая II Но сам ли он его подписал? Акт отречения Николая II Заготовлен был текст Напечатанный на машинке Часто возникают вопросы Почему напечатан на машинке? Ну потому что этот текст Манифеста Николаю вставку привезли Он его читал Он его правил И вот уже правленный манифест Он подписывает карандашом Собственно, он так всегда подписывается Николай Министр императорского двора Граф Фредерик заверяет подпись Николая Тогда же вставке И ставится дата 2 марта 15 часов 1917 год Огромное количество документов Подписывал с карандашом Там в той же ставке Экспертиза этого документа Проводилась еще в конце 20-х годов Мы даже знаем, каким карандашом он это подписал Потому что в воспоминаниях Говорится о том, как это все происходило Сам Николай написал об этом в дневнике 2 марта, четверг Положение в Петрограде таково Что теперь нужно мое отречение В августе 1917 года Временное правительство Отправило царскую семью в Тобольск А в марте 1918 Там установилась советская власть Император, его семья И сопровождавшие их лица Оказались в руках большевиков Местные большевики Были довольно радикально настроены Они опасались, что Николай II и члены его семьи Смогут избежать смертной казни Поэтому они настаивали на том Чтобы царская семья Из города Тобольска Была переведена в Екатеринбург В апреле 1918 года Их размещают в доме инженера Ипатьева Он стоял на хорошо просматриваемой местности В нем можно было держать оборону Кроме того, дом этот был обнесен двойным забором Они находились за такой стеной, что снаружи Вообще невозможно было просмотреть этот дом или окна К расстрелу царской семьи Большевики готовились заранее Примерно за две недели до гибели Царской семьи и лиц из их окружения Комендантом Дома особого назначения Как назвали Дом Ипатьева Был назначен Яровский Он, питая недоверие Команде, охранявшей царя Решил сменить внутреннюю команду Были набрана команда из так называемого железного батальона ЧК С приходом Яровского правила изменились Внутренней охране было запрещено общаться с внешней Было две линии заграждения около самого дома Бытует мнение, что члены царской семьи могли из окон наблюдать храм Во имя Вознесения Господня Людей, которые проходили по Вознесенскому проспекту Это было невозможно Высота забора закрывала полностью обзор из окон Узники могли видеть только, может быть, крест на колокольне Может быть, часть купола Отношение к членам царской семьи и их приближенным ужесточилось Особое неудовольствие вызвало со стороны Александры Федоровны Когда в одно из окон, выходившие на Вознесенский проспект Вставили железную решетку Прогулки во дворе были запрещены Окна верхних этажей в спальнях княжон закрашены Юровский при этом заставил женщин снять украшения Они положили их в отдельную шкатулку Эта шкатулка была опечатана Оставлена у них в комнате у государыни Каждый день Юровский проверял целостность этой шкатулки Могли какие-то шутки отпускаться в адрес государыни Могли девочки То есть их вели в туалетную комнату под конвоем И молодой конвойчик стоял с обратной стороны двери Единственным послаблением для пленников Было разрешение принимать еду От монахинь Новотихвинского женского монастыря В 1918 году именно нашим сестрам довелось быть теми Кто оказывал последнюю дань любви Уважение к царской семье Вот они передавали продукты Царственным стартотерцам в дом Ипатьева Благодарственные записи сохранились в дневниках И царя, и царицы О том, что добрые монахини принесли сегодня Яйца и молоко для бэби Учестно, что сестры вкладывали еще маленькие записочки Адресованные царской семье Молим Бога о вас, храни вас Господь, помоги вам Бог Активно готовиться к убийству Николая II, его семьи и приближенных Урал-Облсовет стал в начале июля 1918 года Предполагалось, что если бы время позволило Был бы организован суд над ними Фронт с начала июля приближался все ближе и ближе И это неизбежно приближало и развязку Было несколько вариантов Убить их в постели, закидать бомбами Решили все-таки их расстрелять в подвальной комнате дома Ипатьева Почему была выбрана эта комната? Во-первых, это была подвальная комната Было единственное окно в нем Которое было забрано снаружи массивной решеткой Одна дверь из нее ввела в кладовку и была опечатана Другая дверь ввела просто из соседней комнаты В эту расстрельную комнату Дом Ипатьева был снесен в 1977 году Но с помощью документов удалось восстановить его точные размеры И расположение комнат Чтобы понять и оценить все обстоятельства, которые произошли летом 1918 года Конечно, была необходима историко-архивная экспертиза Они оценивали подлинность этих документов Содержание этих документов Сейчас на месте дома, ставшего последним пристанищем царской семьи Построен храм на крови В музее при храме хранятся те немногие вещи Которым удалось уцелеть после того, как их владельцы погибли Это одеялка Подарок, который готовили к дню рождения К появлению на свет своего братика Сестры, великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна Мария Николаевна и Анастасия Николаевна Это изделие изготавливалось вручную Новорожденного цесаревича заворачивали в это одеялко И, видимо, для семьи этот предмет был действительно очень дорог Ведь когда семью привезли сюда, из Тобольска То разрешено было взять только минимум вещей Самые-самые необходимые В Екатеринбургском заключении Пленники старались заниматься привычными делами Александра Федоровна с дочерьми рукодельничали Вся семья вела дневники Обязательно проводили время на свежем воздухе Несмотря на то, что здоровье цесаревича Алексея, больного гемофилией Значительно ухудшилось Последнюю запись Николай сделал 30 июня в субботу Почти за две недели до расстрела Алексей принял первую ванну после Тобольска Колено его поправляется Но совершенно разогнуть его он не может Это подтверждают и воспоминания одного из охранников Виктора Нетребина Самого молодого участника расстрельной команды Он пишет В сад вышел бывший царь Он нес на руках своего 15-летнего сына К моему удивлению Оказалось, что бывший наследник не мог ходить Хотя имел ноги Ноги можно было считать только лишь Декоративным украшением к туловищу Операцию назначили на вечер 16 июля Подростка Леня Сиднева, помощника повара Отправили из дома, сказав, что его хочет видеть дядя Александра Федоровна Дневник свой закончила вести Буквально за несколько часов до расстрела Она переживает о мальчике, которого почему-то от них отослали У нее закрадываются какие-то нехорошие подозрения В связи с этим пишут, увидим ли мы его еще когда-нибудь Ставят точку и буквально через несколько часов Их приглашают в подвал Ипатевского дома Сложилась такая расстрельная команда Это Юровский комендант Дома особого назначения Это Никулин, его помощник Это Медведев Кудрин Чекист Это Ермаков Комиссар Верхесецкого завода Это Кабанов Пулеметчик, который спустился сверху И принял, как он говорит, участие в расстреле Санкционировала ли Москва расстрел царской семьи Или большевики Уральского областного совета Действовали самостоятельно Прямых документов на этот счет нет Но большинство историков и архивистов уверены В столице обо всем знали Если анализировать косвенные данные То, конечно, решение о расстреле Николая II Оно было согласовано местными уральскими большевиками с Москвой Просто потому, что не последовало никаких наказаний Никаких оргвыводов По факту вот этого расстрела Никто не был наказан Еще есть некоторые исследователи Которые вдруг стали говорить Что связь между Екатеринбургом и Москвой Была 17-18 июля нарушена Ничего подобного Есть такие вот свидетельства, как документы Которые говорят о том, что переговоры шли В любом случае нельзя сказать, что расстрел Романовых Это какая-то самодеятельность Если это не уголовщина Это политическое решение Как бы мы ни относились к этому И что либо это Москва решила Либо Уральский облсовет Вечером 16 июля в столицу из Екатеринбурга Отправляется телеграмма Они ставили в известность О том, что они собираются все сделать И дальше Вот это очень важная оговорка На мой взгляд Если ваше мнение противоположное То сообщите немедленно Мнения не были противоположны Как я полагаю Поэтому никакой ответной Телеграммы могло и не быть вовсе Они подождали И после полуночи начали делать В тот вечер семья долго не ложилась спать По плану Жертвы должны были быть Внезапно разбужены Дезориентированы Не в состоянии сопротивляться Было задумано так Что подъедет грузовая машина Которая потом будет вывозить тела И своим двигателем Она будет заглушать Звуки выстрелов Потому что они все-таки переживали Что выстрелы могут услышать в городе Я пошел будить арестованных Боткин спал в ближайшей от входа комнате Он вышел, спросил В чем дело Я ему сказал Что нужно сейчас же разбудить всех Все очень нервничались Так как семья очень долго собиралась Их обманным путем Вывели из комнаты Сказав о том Что их переведут в другое место Так как к городу приближается неприятель И есть опасность оставаться в этом доме Взяли они скорее всего с собой Какие-то вещи Потому что потом нашли и обрывки Обгоревшие вернее фрагменты одежды Верхней шинели цесаревича Государя Пальто Боткина Теплые костюмы Государин и девочек При Боткине, наверное, был саквояж С медикаментами Потому что очень много аптекарских пузырьков Было найдено на Ганиной яме Пленников повели в подвальную комнату дома Ипатьева Николай II нес на руках сына За ним шла женская половина семьи И приближенные Когда зашли, государина сказала А что, здесь даже и стульев нет Посидеть негде И тогда по приказу Яровского Никулин принес Два венских стула На один из них села государина На другой из них посадили цесаревича У Демидовой при этом было с собой Две подушки она несла Одну из подушек, видимо, поселили на стул Для цесаревича Другую она держала в руках Великая княжна Анастасия взяла с собой Свою маленькую собачку Она у нее была тоже на руках 25 июля 1918 года В Екатеринбург вошли белые Дом Ипатьева они нашли пустым И почти сразу начался поиск царской семьи Оставалась надежда, что Александра Федоровна и дети живы По городу было официально объявлено о том Что расстрелян Николай II Председателю Совет народных комиссаров Ленину Из Екатеринбурга пошла телеграмма В ночь на 16 июля Расстрелян Николай Романов Точка Семья его эвакуирована в надежное место Точка Здесь впоследствии вполне могли спровоцировать конфликт На международном дипломатическом уровне Германия официально навела переговоры о том Что хотя бы великих княжен выпустили в Германию Но большевики уже после расстрела фактически тянули время Не спешили сознаваться в том, что все члены семьи расстреляны Именно это породило до сих пор бытующие слухи о том Что кто-то из членов царской семьи все-таки спасся Есть мнение некоторых исследователей Что в такой маленькой комнате не могли бы вместиться 11 человек Которых расстреливали и плюс к этому расстрельная команда Но по воспоминаниям, по допросам Свидетелей и очевидцев этого события И участников этих событий Мы знаем, как стояли члены семьи императора Как стояли приближенные их лица И каким образом были расставлены члены расстрельной команды Двери были при этом в комнату раскрыты И в дверном проеме они стояли в два, а может быть даже в три ряда Роль статистов во время следственного эксперимента Исполняют учащиеся местные семинарии Сядем и встанем так, как у нас написано на этой схеме Раздадим вам вот такие вот таблички с именами Вот Александра Федоровна у нас Возьмите имя Ольга Кто будет Ольгой у нас? Татьяна Мария Анастасия Александра Федоровна у нас по всем документам сидит на стульчике Значит, Ольга, Татьяна и Мария стояли прямо за стулом От окна, начиная так, как немножко с изгибом Демидова стояла у косяка двери, в кладовку которую вела И Анастасия, собачка на руках, стояла рядом с Демидовой Девочки, проходим, занимаем места Александра Федоровна на стульчик садится Ольга, Татьяна, Мария за ней как бы встают Первые находки, косвенно указывающие на гибель всей семьи, сделали крестьяне Под Екатеринбургом, на четырехбратском руднике В местечке у небольшого озера, которое местные называли Ганина яма Целая группа крестьян отправилась туда И вот они обнаружили первыми это место, шахта номер семь, так называемая На Ганиной яме, кострище на глиняной площадке у шахты Потом еще одно кострище у старой березы То есть крестьяне там совершили первые находки Нашли определенные вещи, ювелирные украшения, в частности, остатки одежды Если бы они хоть одну косточку нашли, трупную косточку Ведь ни одной косточки не было найдено крестьянами в 18-м году в августе месяце Все находки местные жители передали белым офицерам, которые решили ехать на Ганину яму Мною был найден и опубликован доклад капитана Бавтоловского Это офицер, который участвовал в поисках останков царской семьи В первые дни после захвата Екатеринбурга белыми Бавтоловский был первым, кто, собственно, спустился непосредственно в шахту Где, как предполагалось, были схоронены тела Романовых Обнаружил, что там лед, собственно, никаких тел нету Он подробно описывая состояние кострищ, которые были найдены рядом с Ганиной ямой Пепла было немного, и, скорее всего, там могли сжечь только одежду Романовых Дело о расстреле царской семьи начинал следователь Наметкин Затем его сменил Сергеев А в марте 1919 года адмирал Колчак поручил продолжить расследование следователю Соколову Под именем которого оно и войдет в историю Моя бабушка мне рассказывала, что Соколов ей рассказал Что когда они туда пришли, он увидел, что около площадки была свежая кровать, свежая глина Понимаете, это было все перемешано Американский исследователь русского происхождения Петр Сарандинаки Много лет занимается исследованием обстоятельств гибели царской семьи И попытками сокрытия тел Эта тема для него практически семейная Именно его прадед рекомендовал Колчаку следователя Соколова Мой прадед и отец был шеф Венгенского полка в Пензе Его хороший друг в Пензе был Николай Соколов Начали следовать убийство царской семьи Уже первое следствие получило неопровержимое доказательство того, что вся царская семья и их приближенные были убиты Следователь Соколов обнаружил телеграмму Она была шифрованная, что всю семью постигла та же участь, что и его главу Вот это расшифрованные телеграммы Соколов заново изучил дом Ипатьева Именно документом того времени современное следствие Обязано фотографиями расстрельной комнаты и детальным описанием следов от пуль и других повреждений У нас вот сделана такая картинка по материалам следственного дела Соколова Где указано, как и кто где стоял Так, Алексей на стул садись Так, Николай Александрович, правильно встали? Вот сюда вот чуть-чуть, вот сюда поближе встань немножко Все отлично Следователь также пешком прошел путь до Ганиной ямы Фиксируя в протокол осмотра местности все, что видел по дороге Обозначены очень мелкие даже предметы, детали Которые встречались на пути, которые были найдены, обнаружены на руднике Каждые несколько шагов, которые проходила группа во главе с Соколовым Они отмечали до переезда столько-то шагов От переезда столько-то шагов Изучались полностью все дело Наметкина, Сергеева, Соколова Так называемое дело Соколова Оно у нас и легло в основу доказательств по нашему уголовному делу Мы его полностью приобщили в копиях При этом были приобщены еще многие архивные документы Воспоминания участников событий Как и расстрельной команды, так и похоронной команды И очевидцев, и свидетелей этих событий Опросили и сестерного Тихвинского женского монастыря Они первыми поняли, что с семьей произошло несчастье 16 июля приносят корзинку с яйцами Юровский взял, даже хотел с ними расплатиться Видимо, это уже была провизия для убийц Видимо, вот это те яйца, группа которых была найдена впоследствии на Ганиной яме, на шахте И сестрам было сказано, что на следующий день вы можете уже не приходить По устным сведениям, впоследствии обе сестры были расстреляны Соколов продолжил тщательное исследование Ганиной ямы Но тела членов царской семьи и их приближенных так и не были обнаружены В большом колодце шахты был обнаружен отрубленный палец Там была обнаружена вставная челюсть, которая была идентифицирована как вставная челюсть доктора Боткина Вторая вставная челюсть была найдена в доме Ипатьева Это вызвало огромное количество споров у современных исследователей Могут ли оба протеза принадлежать одному человеку? Является ли хоть один из них протезом доктора Боткина? Создается полная виртуальная модель пациента И мы решили совместить вот эти вот объекты, решить эту задачу известными в стоматологии, технологиями Сложность состояла в том, что один из протезов сейчас хранится в православном храме в США А от второго остались только фотографии, сделанные следствием того времени Мы попросили американцев, поскольку там находится протез Они сделали стереолитографическую копию и прислали нам по почте на компьютере Сейчас 3D-модель нижней челюсти из компьютерной томограммы И отсканированный полимерный вариант протеза, предположительно, Боткина И всего один зуб на нижней челюсти И программа их совместила И посмотрите, она совместила их так, что абсолютно понятно, что да, этот протез мог быть принадлежным к этой челюсти С помощью компьютерных технологий, используя только фотографию, удалось создать трехмерную модель второго протеза Мы брали протез, вот его цифровую модель И располагая в ракурсе, который визуально совпадал с тем ракурсом, в котором мы видели фотографию двухмерный объект И мы видим на экране, что совмещаются и контуры этих двух объектов, двухмерного и трехмерного Мы сделали вывод, что тот протез, это тот же протез, который был найден, значит, один в доме, другой на галиней яме Серия экспериментов показала Оба протеза с высокой вероятностью принадлежат доктору Боткину Чаще всего бывает два, потому что съемные пластиночные протезы достаточно хрупкие и механически непрочные И пациенты со стажем пользования знают это и держат про запас на всякий случай протезы другие Но вполне может быть Один был у человека этого полости рта, потом он был найден в шахте А второй остался в вещах Коткина в Папатевском доме В 1919 году, осматривая местность вокруг Екатеринбурга, следователь Соколов дошел до Низины Неподалеку от переезда, которую жители называли Поросенковым логом В своем протоколе осмотра местности он зафиксировал мостики старых шпал и бревнышек Расположенный в самом низком месте лога, недалеко от железнодорожного переезда номер 184 Сделана фотофиксация всех мест, которые вызывали интерес у нашего следователя Соколова Вот на этой фотографии видно мостик 10 июля 1919 года Соколов допрашивает сторожа железнодорожного переезда Лобухина Который рассказал ему, что этот мостик соорудили в лагу красногвардейцы В ночь, когда возвращались из Ганиной ямы Говорит о том, что всю ночь там слышно было машина, ржали лошади Ну, какое-то движение в этом лагу было Наутро он вышел из своего домика небольшого Он увидел, что жерди от его огорода, половины жердей нет И они оказались здесь Кроме того, он обнаружил пропажу складированных у его сторожки Старых шпал железнодорожных Стоя рядом с этим мостиком, Соколов даже не догадывался Что находится в шаге от раскрытия преступления У него не хватило времени, потому что в июле 19-го года уже наступали красные И 11-го июля Соколов уехал из Екатеринбурга Если бы он тщательно продолжал бы обследование И самой Ганиной ямы, там тоже не были закончены эти раскопки И затем вот всего пути и дальше Коптяковской дороги Может быть, он бы обнаружил останки Тысячи людей проходили по этой дороге Не зная о том, что на глубине 80 сантиметров Находятся полностью сохранившиеся останки царской семьи Материалы дела и собранные вещественные доказательства Соколов увез с собой в Европу Вместе со следователем на одном пароходе оказались дедушка и бабушка Петра Сарандинаки И они жили в одной каюте И доказательство убийства, самое главное доказательство убийства царской семьи Это был маленький такой сундучок, который держался под кроватью моей бабушки И они ехали так вокруг мира до Италии Там был палец империатрицы, кусок от пола, который в крови был Этот сундучок, они его караулили Один из них всегда сидел с ним, не оставляли Осенью 1919 года Николай Соколов делает осторожное предположение Что все тела убитых в доме Ипатьева могут быть уничтожены Но как и где, неизвестно Делая заключение протокола, следователь Соколов отмечает несколько пунктов Для нас представляет интерес четвертый пункт Где он определенно пишет, очень важный вывод Определить возможное местонахождение трупов не предоставляется возможным Таких мест в данной местности слишком много Чуть позже, уже живя во Франции Он приобщает к делу статью советского публициста Павла Быкова 1921 года Последние дни последнего царя Не зная, что она подверглась цензуре Соколов пишет, что основные факты, указанные Быковым Соответствуют фактам предварительного следствия Оригинал рукописи статьи Быкова с пометками цензора Хранится в бывшем партархиве Свердловской области Следователи, эксперты, историки и архивисты, изучив оригинал документа Пришли к выводу, что цензура намеренно исказила смысл некоторых предложений Чтобы затруднить или вовсе прекратить попытки поисков останков царской семьи И их приближенных Пишет дальше Уральские рабочие надежно похоронили, в кавычках, самодержавие И поклонникам монархизма не удалось превратить ничтожные останки тирана в нетленные мощи И они догнивают теперь на горах Урала И вот это «и они догнивают теперь на горах Урала» тоже зачеркнуто Получается теперь после цензуры, что уральские рабочие уничтожили труп Романова Но следователь Соколов знать этого не мог Поэтому в своей книге он пишет, что все 11 тел погибших были полностью уничтожены в районе Ганиной ямы Официальное следственное дело осталось незавершенным Документ об окончательном решении отсутствует Вывода о судьбе останков нет Были и сопоставлены данные официального следственного дела и книги Соколова Но, конечно, мы нашли много расхождений Именно между книгой и делом, следственным делом Соколова В своем следственном деле Соколов нигде не выдвигал версию о полном уничтожении тел погибших Этого не было И он до последнего дня, до эвакуации из Екатеринбурга, он занимался поиском останков Ввиду того, что основной массе исследователей общественности Не было возможности просмотреть архивные документы, а была возможность только почитать вот эти книги Конечно, сложилась такая версия и мнение о том, что все тела были уничтожены Исследователи Александр Авдонин и Гелий Рябов, изучив книгу Соколова и все доступные на тот момент архивные документы и материалы В 1979 году нашли захоронение останков под мостиком из шпал в Поросенковом лагу Настоятель Печерского-Вознесенского мужского монастыря Архимандрит Тихон Знал о захоронении задолго до того, как оно перестало быть тайной В 80-е годы он служил в храме Екатеринбургской епархии и общался с Рябовым Я ему задаю вопрос, Евгений Трофимович, что вас подтолкнуло-то вообще Вот как вот вы пришли к этому? И он, значит, к полке подошел, берет книжечку там какую-то, достает Это Маяковский и читает мне стихотворение «Император» Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры У корня под кедром дорога, а в ней император зарыт И остановился, такая пауза такая произошла Вот эта, говорит, вот эта фраза, что дорога, а в ней император зарыт Вот эта, говорит, фраза, она меня, вот именно просто, говорит, как бы вот, ну, осенила, что ли, вот, осенила просто Говорит, вот с этого момента у меня, по сути дела, вот и началась вот эта работа В советское время все документы, касающиеся захоронения царской семьи, были засекречены Но тогда как о месте захоронения узнал Маяковский? В 20-е годы прошлого века некоторым почетным гостям тайну открывали Большевики водили на это место и показывали, значит, место уничтожения царской семьи, того же Маяковского Рябов сумел получить доступ в спецхран И будучи до этого следователем прокуратуры, сопоставив данные воспоминаний Юровского с книгой Соколова Определил место захоронения Но перед этим он и Авдонин подробно изучили окрестности Ганиной ямы Отец Тихон был одним из немногих, кому они частично рассказали о своих исследованиях Привели меня на Ганину яму, значит, показали это место, все это И Гелий Трофимович прям так вот все обстоятельно прямо вот все это рассказал Сказал, что Гелий Трофимович был человек очень верующий И ему просто хотелось, чтобы кто-то из церковных людей вот мог пропеть там вечную память Первая молитва на Ганиной яме прозвучала в 1986 году Я там спел фрагменты из литии Спели, я говорю, Гелий Трофимович, давайте все вместе прям тоже пропоем Спустились на шахты Прямо там поставили свечи, зажгли С 11 по 13 июля 1991 года осуществлялись работы по обнаружению, раскопкам и изъятию останков семьи Романова и их прислуги Захоронение под мостиком в Поросенковом лагу было официально вскрыто в 1991 году Там обнаружили скелеты девяти человек Вот схема, на которой показано взаимное расположение девяти скелетов, которые найдены в захоронении в дороге в 1991 году Каждая косточка извлекалась, маркировалась, фиксировалось положение этой косточки вот в пространстве В пространстве, в пределах вот этого захоронения, этой ямы Мнения разделились Кто-то верил версии Соколова о полном уничтожении тел расстрелянных А кто-то был уверен, останки царской семьи наконец-то найдены Чтобы исключить любые сомнения, следствие, начавшееся в 2015 году решило восстановить все обстоятельства совершенного в доме Ипатьева убийства Черной краской на полу Это граница комнаты, это стена Стоим здесь, за нее не заступаем Юрокский, в этот угол идите сразу Ты вот здесь стоишь, вот здесь Все Судебно-медицинские эксперты, следователь, баллистики и эксперты-криминалисты изучили все доступные документы и материалы следствия 1918-1919 годов Мы изучили все представленные материалы и те повреждения, которые были обнаружены при исследовании подвала Ипатьевского дома Изучили характеристики самого этого помещения Площадь, высоту этого помещения Изучили все версии, которые были представлены И версии Юровского, и версия Медведева Другие версии И поставили перед собой задачу Во-первых, с учетом имеющихся повреждений Понять, какая версия более близка к истине Юровский бегло Кто-то сказал, произнес Кто-то видел какой-то листок, кто-то его не видел О том, что гордо приближается неприятель Ваши родственники хотят вас освободить И мы принуждены вас расстрелять Государь, который стоял чуть впереди цесаревича Оглянулся в это время к императрице То есть немножко назад И он оглянулся, спросил, что-что И уже в этот момент раздались выстрелы Следствием и экспертами были созданы схемы Отражающие расстановку людей Согласно каждому из сохранившихся воспоминаний В итоге их удалось свести в одну Наиболее полную Эта схема составлена на основании показаний Изложенных одним из участников Никулиным Дальше идет схема, которая была изложена Медведевым Кудрином И так все версии были продемонстрированы В виде таких таблиц Это вид сверху, который располагался Мужская половина слева Женская половина справа Это расстрельщики Еще видите, здесь не просто Кружочками обозначены присутствующие А это по масштабу пропорционально Поперечнику тела человека Как бы плечевой диаметр Это тоже учитывалось И в конце концов, сопоставив все версии И опубликованные в том числе версии Мы составили вот такую экспертную реконструкцию Всех, кто как мог располагаться В помещении Видите, вот Николай II стоит спиной К цесаревичу Алексею Стоит труп Стоит Харитонов Здесь стоит Евгений Сергеевич Боткин Александра Федоровна Девочки Демидова стоит здесь У прохода двери Каждый должен скинуть руку Направить ствол При этом сосед не должен ему мешать Все скинули руку? Посмотрите Левша? Поменяй Расстрел сам продолжался Ну, по показаниям И по воспоминаниям участников От двух до пяти минут Огонь! Стребовало беспорядочное При этом порох еще был дымный В то время Комната была очень тускло освещена Потому что была единственная лампочка Над потолком тусклой И пошел рикошет С учетом направления Раневых каналов на телах Мы, я считаю, достоверно установили Царевич Алексей сидел Рядом с ним располагался Его отец Николай Александрович Романов И вот в момент, наверное, начало Всего этого расстрела Он просто закрыл телом Царевича Алексея Юровский даже говорит о том Что одному из спереди стоящих там Поранило или обожгло руку Выстрелами из задних рядов И он закричал, что прекратили стрельбу Так как это уже стало опасно Часть повреждений были причинены Когда расстреливаемые стояли В вертикальном положении Часть повреждений причинены Уже были в горизонтальном положении Поскольку, вы понимаете Это такое безумное мероприятие Когда добивали лежащих на полу Еще не умерших В общем-то, картина такой бойни Пришлось еще кое-кому дострелить Это Анастасия И это закрылось Вот подушка Пришлось подушку сдернуть И пристрелить Мальчик Ну, мальчик был Правда, он долго вовратился Но, во всяком случае С мальчиком было покончено Быстро Был жив Боткин Тогда решили, что их надо дострелить, добить Это осуществляли и Медведев Кудрин И Ермаков, и Ероски Есть у нас выстрел в голову Боткина Из вот как раз Это Медведев Кудрин У которого был кольт 45-го калибра У нас на останках два Именно есть такого диаметра пуля Вернее, пулевое отверстие в черепе Раненых детей достреливали И добивали штыками Потом тела вынесли во двор И забросили в кузов грузовика Первым вынесли тело Николая Александровича Потом на штыке один из красногвардейцев Вынес труп маленькой собачки Анастасия Семья Романовых пала жертвой Безжалостной внесудебной расправы Им навсегда осталось Николаю Александровичу 50 Александре Федоровне 46 лет Их детям Ольге 22 года Татьяне 21 Марии 19 Анастасии 17 Алексею 13 лет Результаты следователя Николая Соколова И выводы современного следствия совпали Полностью был установлен факт Что вся семья То есть Николай II Александра Федоровна Четыре их великих княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия И цесаревич Алексей А также Боткин Демидова, Харитонов И труп Были расстреляны в этом доме Одномоментно В один и тот же день На этом наше следственное действие завершается Сейчас мы будем составлять протокол Спасибо вам большое Однако следствию предстояло ответить И на другие вопросы Среди них главный Действительно ли найденные останки Принадлежат Романовым? Над решением этой проблемы Следователи и ученые бились десятки лет Найден ли ответ на него сейчас? Семья последнего российского императора Николая II Он сам, его супруга императрица Александра Федоровна Четыре их дочери Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия Сесаревич Алексей Были убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года В доме Ипатьева в Екатеринбурге С ними погибли доктор Евгений Боткин Повар Иван Харитонов Коммергенер Алоизий Труб И горничная Анна Демидова Следственным комитетом Российской Федерации Было возобновлено расследование По уголовному делу Об убийстве Николая II Имена виновных в неправосудной казни Следствие установило Достоверно выяснили и обстоятельства расстрела Но что потом произошло с телами 11 жертв? Именно здесь, в этом месте Юровский приказал разгрузить автомобиль Каким образом убийцы пытались уничтожить улики? Ну и тут мы часть разложили этих голубчиков Трупы и начали заливать серные там Безобразили все Для разжигания этого костра Были использованы дощечки от тех ящиков В которых находились кувшины с японской серной кислотой На что шли, чтобы навсегда скрыть место погребения? Были обнаружены шейные цепочки Со следами срубания То, что их, значит, как-то рассекали Почему многие до сих пор не верят Что найденные останки Принадлежат членам царской семьи? Мы использовали образцы крови Найденные на рубашке в Эрмитаже Сенсационные результаты расследования Тела 11 человек, расстрелянных в подвале дома Ипатьева Сложили в кузов грузовика и повезли в Ганину яму Где находилось несколько выработанных шахт Главной задачей убийц Было скрыть следы страшного преступления Их встретила группа Ермакова Были очень возмущены то, что привезли уже мертвых, а не живых Так как у них были свои планы поглумиться над девушкой И, может быть, над всей семьей Похоронная команда добралась до Ганиной ямы только под утро Тела полностью раздели Чтобы позже никто не смог опознать их По остаткам одежды и вещам А затем сбросили в шахту Шахта казалась совершенно неглубокая И при желании можно было тела обнаружить Почему так получилось, они, конечно, не думали о том Что в середине июля в шахте под водой останется еще ледяная линза Лед, который полностью перекрывает ствол шахты Не дал телам провалиться глубоко Пытались их забросать гранатами Может быть, думали, что пробьет этот лед Но ничего не получилось Юровский, который руководил операцией, понимал Крестьяне, пасущие здесь скот Могут легко обнаружить тела Он приказал тем, кто стоял в оцеплении Не пускать к шахтам местных жителей А сам вернулся в Екатеринбург Прибыл Юровский зачем? За серной кислотой, за керосином, за лопатами, за лошадьми И он взял из ЧК тех людей, которые не участвовали в расстреле В их числе был Родзинский горе Приехали первым делом, занялись тем, что вытащили всех И сложили А сложили рядом дорогу В общем, нелепость страшная Сейчас помню, значит Тащим, смотрим, Николая вытащили Как повытаскивали, все они законсервированные оказались Там такая холодная студеная вода Что вытащили мы живых людей, по сути дела Краснощадные, понимаете Законсервированные, там они могли годами лежать Белогвардейский следователь Николай Соколов Летом 1919 года изучил окрестности Ганиной ямы Он обнаружил мелкие вещи Ямно принадлежащие членам царской семьи Соколов был вынужден покинуть Екатеринбург Не доведя свою работу до конца И уже в эмиграции Основываясь на косвенных уликах Он сделал предположение, что тела были уничтожены там же, у шахт Обратим внимание, сидящие на глиняной площадке Следователи Соколова Фотографии тоже очень интересные Они дают ответ Кострище было большое, среднее, маленькое На глиняной площадке, как обозначил Соколов Около открытой шахты Потому что по тем размерам, которые представлены в протоколе Ясно, что на таком кострище Сжечь 11 останков просто невозможно Чтобы получить вот эти вот полностью сожженные останки Должно, как правило, пройти примерно 8 часов Очень интенсивного, постоянно поддерживаемого горения дров Плотной древесины Могли ли тела полить серной кислотой и полностью сжечь? В материалах следственного дела есть сведения, что чекисты ее получили Комиссар Войков выписывает требования в аптеку На получение сначала одного кувшина сосуда с японской серной кислотой И потом еще на три кувшина кислоты было выписано требование То есть всего в аптеке получили четыре кувшина Судебно-медицинские эксперты, специалисты испытательной пожарной лаборатории Санкт-Петербурга Исследователи провели ряд экспериментов, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение Создавались некоторые такие модели Они укладывались на дрова, сухие березовые дрова Часть этих моделей обливалась серной кислотой А другая часть была в том виде, в котором она была приготовлена Были поставлены датчики тепловые, которые фиксировали температуру внутри кости Между костью и мягкими тканями И непосредственно в самом костре Результат был неожиданным даже для экспертов Оказалось, что серная кислота не только не улучшает горение Но даже замедляет его Кислота образует некротическую пленку Если, скажем так, называется это коагуляционный некроз Небольшая пленочка такая, она задерживает возможность сгорания Версию о том, что тела не были уничтожены на Ганиной яме Косвенно подтверждает еще один факт В кострищах не было обнаружено ни одного крупного костного фрагмента или зуба Некоторые исследователи объяснили их отсутствие тем, что жертвам убийства Перед сожжением отрубили головы Были обнаружены шейные цепочки со следами срубания То, что их, значит, как-то рассекали Раз их рассекали, значит, это не говорит о том, что отрубили головы Хотя, на самом деле, мы понимаем, что их просто могли снять А как их снять, проще всего их, значит, естественно, просто разрубить И второе, значит, поскольку сожжены, ну, как вот, вот трупы сожжены, да А зубы где? Зубы должны остаться А зубов нет Значит, если зубов нет, значит, и голов нет Была такая легенда или мнение о том, что их увезли в Москву как доказательство Эксперты, которые проводили историко-архивную экспертизу Не нашли ни одного официального документа Ни одних мемуарных воспоминаний Ни одного протокола допроса в следственном убийстве Соколова О том, где хотя бы как-то или кто-то говорил об отчленении голов Этого нет В июле 1991 года состоялось вскрытие захоронения в Поросенковом лагу Останки, предположительно, царской семьи были обнаружены под мостиком из шпал Как тела перевезли из Ганиной ямы и захоронили Можно узнать из воспоминаний членов похоронной команды Они нашли на московских тракторах глубокие шахты Рядом с шахтами стояли какие-то сторожа И было решено так, что ЧК подъедет, заберет этих сторожей Как бы для проведения каких-то там следственных действий Или допросов, или что-то еще В это время скинут тела И потом эту охрану возвратят обратно Будут сокрыты полностью все следы Погрузили на машину уже весь этот штабель И решили двигаться И начали движение Но тут произошло неожиданное Вдруг наша машина на какой-то проселке там застряла Оказалось трясина В ночь с 18 на 19 июля 1918 года Машина с телами 11 человек Увязла в низине старой Коптиковской дороги В Поросенковом лагу Именно здесь, в этом месте Юровский приказал разгрузить автомобиль Их тела вот где-то здесь вот Недалеко выложили И автомобиль попытались они как-то вытащить Выталкивали, выталкивали Много времени потратили Машину выталкивали А уже время-то приближается к рассвету И вдруг у Родзинского пришла такая мысль Давайте захороним их прямо здесь Вот в этой яме Мы эту самую Сейчас же расковыряли Эту самую трясину Ну и тут мы часть Значит разложили этих голубчиков Трупы И начали Заливать серны там Безобразили все Недалеко была железная дорога Мы видели в свое время Что там сложены Уже гнилые Эти самые Смененные Шпалы Мы значит туда за шпальником Народ послали Привезли шпальнику Гнилого Велели выбросить Саму Гнилого Разложили в виде мостика Через эту самую трясину В виде заброшенного мостика А остальных на некотором расстоянии Значит Начали сжигать Чтобы не оставлялась цифра 11 Потому что По этому признаку Можно было узнать захоронение Действительно В 1991 году Были найдены только 9 Из 11 тел Тогда русская православная церковь Не признала останки Найденные под Екатеринбургом Принадлежащими членам Семьи Романовых Церковь Заняла На мой взгляд Ну единственную Правильную такую позицию Они все-таки хотели иметь Ну стопроцентные доказательства Почему? Потому что Семья Последнего русского императора И ближайшее окружение Которое погибло с ними Они были причислены К лику святых И поэтому церкви Очень важно знать Это действительно Останки тех святых людей Или может они какие-то Другие И им это надо знать На сто процентов Быть уверенным После первых исследований Останков Сохранился ряд вопросов И новое следствие Должно было дать на них ответы Перед членами комиссии Историк-экспертов Было поставлено Следственным комитетом 36 вопросов Мы должны были ответить На эти вопросы Как ответить? Ответить, естественно С привлечением Архивных документов Только Каждое слово Буквально Не просто каждое предложение Каждое слово У члена комиссии Историк-эксперта Должно было быть Подкреплено Тем или иным документом Или опровергнуто Опять же Тем или иным документом Мы собирались Во главе с Митрополитом Тихоном Шевкуновым И следователем Следственного комитета Марины Викторовной И обсуждали Нашими экспертами Было исследовано Более двух тысяч Документов и материалов По этой теме При этом надо отметить Что многие из этих документов Или материалов Являлись многотомными делами То есть это не две тысячи Листочков различных А огромный массив документов Помимо историко-архивной экспертизы Было проведено Около сорока различных исследований Тросологические Баллистические Молекулярно-генетические Почерковедческие Комплексные Судебно-медицинские И другие Мы начали все С самого начала Во-первых Мы провели полную ревизию Всех тех экспертных исследований Которые были Сделаны Какие важные факты Установили судебно-медицинские Эксперты В 90-х годах Прошлого века Мы оценивали И Так называемые Общеантропологические Признаки Это расовая принадлежность Пол Возраст Впервые увидев Состояние стоматологического Статуса На всех останках Мы их разделили Наверное на две Большие группы Это первая группа Это люди Которые По качеству Оказания стоматологической Помощи И по имеющимся В них Заболеваниям Это системный кариес Практически На всех зубах Мы их разделили На группу Которую мы посчитали С более высоким Социальным статусом Да и группу Которая С менее высоким Социальным статусом В группе С более высоким Социальным статусом Были отнесены Останки всех Женщин Кроме одной У останков Номер один Принадлежащих Сорокалетней Женщине Имелся Мостовидный протез И пломбы Пломбы Обширные То есть Которыми Восстанавливали Зуб Уже с развившимся Кариесом То есть Она либо Не находилась Под наблюдением Либо Она Оттягивала Момент Пломбирования И имелся Золотой Мостовидный протез Который Ну По всем Параметрам Находится Ниже Удовлетворительного Ура Стоматологи Предположили Что протез Принадлежал Горничной Анне Демидовой Остальных Женщин Явно Лечил Один Врач И совершенно Другого Уровня У Женских Черепов Предположительно Относящихся К семье Были множественные Мелкие Очень Почти Микроскопические Пломбы То есть Только Определялся Кариес Начинающийся Тут же Извлекали Пораженную Эмаль И В пределах Эмали Лагберова Тогда же Были проведены Первые Генетические Экспертизы У меня был Получен запрос О том Что нужно Провести Анализ Костного Фрагмента Скелета Номер 4 Для того Чтобы сравнить С племянником Николая II Мы такой Очень быстро Анализ Сделали По одному Из участков Так называемой Метахондриальной ДНК После этого Уже было сделано Заключение О том Что Данные Не противоречат О принадлежности Правительственная Комиссия Получив Результаты Всех Исследований Принимает Решение О захоронении Останков В Петропавловской Крепости Санкт-Петербурга Церемонию Погребения Разрабатывает Государственный Геральдмейстер Георгий Веренбахов Существовали Описания Того Как Хоронили Императоров Но это Совершенно Вошло 20% Процедура Потому что Нет У нее Императорского Двора Нет У нее Императорской Гвардии В данном случае Хоронится Императора Но тем не менее Который Все-таки Отрекся И тут Хоронят Его детей Нужно было С одной стороны Соблюсти Те или иные В общем-то Нормы Которые связаны С императорской Семьей Но в основном Нужно было Понимать Что церемония Должна быть Достаточно Другой Современной Погребение Прошло 17 июля 1998 Года В традициях Подобных Церемоний Царской России Были заказаны Два императорских Штандарта Музыкальное Сопровождение По уставу 1908 Года Казалось Связало Два Исторических Периода Когда проходила Церемония В Екатеринбурге Прикладывание Останков В гробы Я проходил Вдоль Все эти Печальные Линии Гробов Каждый Гроб я Печатывал Свинцовыми Кромами Отпевание В Петропавловском Соборе Проводили Не называя Имен Так как У Русской Православной Церкви Оставались Сомнения О принадлежности Останков Конкретным Лицам Патриарх Алексей Второй В церемонии Не участвовал Сроник 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 С конца Этот документ Он включен В реестр Уникальных документов Российской Федерации Датирован 1 февраля 1934 года Из воспоминаний Якова Юровского Тут же развели костер И пока готовилась Могила Мы сожгли Два трупа На месте Сжигания Вырыли яму Сложили кости Заравняли Снова Зажгли Большой костер И Золой Скрыли Всякие следы Он говорит Я поручил Второй группе Неподалеку Это ключевое слово Неподалеку Сжечь Двух Самых таких Вот Маленьких Сверив схему Предыдущих Археологических Раскопок С воспоминаниями Юровского Исследователи Решили заняться Поисками В южной части Поросенкова лога Практически Весь Лог Был Ну Заболоченный И скорее всего Сухим Было Только Юго-восточная Часть этого лога Именно Вот эта Вот часть Здесь Как бы Небольшая Возвышенность Все-таки Да и Воды Было Поменьше К работе Привлекли Местных Поисковиков Смысл Поисков Заключался В том Чтобы В разведку Привлечь Поисковиков Военных Которые Имели опыт Поиска Железными Щупами На звук То есть Тот же самый Уголь Или звук Кости Камня Металла Он имеет Свой звук 29 Июля 2007 Которые И слой Углей Хруст Углей Он И позволил В дальнейшем Уже Найти Вот это Вот место При Введении Этого щупа Дальше Ниже Буквально Через Там Ну 50-60 Сантиметров По звуку Удалось Понять Что это Кость Вот И уже На этой территории Где было Найдено Костровище Мы разбили Раскоп С запасом Сделали 10 на 10 метров 100 квадратных метров И после этого Изучения Послойного Этого места И объекта Все артефакты Даже самые мелкие Были нами Собраны В захоронении Обнаружились 44 небольших Костных фрагмента Разной степени Сожжения Были найдены Целый ряд Артефактов Которые Подтверждали Ту мысль Что найдены Именно Останки Царских детей Недостающих Археологи Обнаружили Осколки От японских Кувшинов Из-под Серной Кислоты Точно Такие же Осколки Были найдены И в захоронении 91-го Года Для разжигания Этого костра Были использованы Дощечки От тех ящиков В которых Находились Кувшины С японской Серной Кислотой Гвозди И уголки От этих ящиков Были найдены Здесь же В Костровище Если опять же Обратиться К воспоминаниям Человека Из похоронной команды Он говорит Что когда Доставали Из шахты Тела убитых Все были раздеты Кроме Наследника Цесаревича На нем Была Надета Тельняшка И именно Когда Вот этот Кусок Кани Из этого Захоронения Был Развернут Аккуратно То там Ну Специалисты Могли Определить Что это Полосатая Ткань Может быть Действительная Была Вот Куском Тельняшки Некоторые Исследователи Находкам Не поверили Так как Ставили под Сомнение Подлинность Воспоминаний Юровского В исторической Публицистике Нередко Звучат Мнения О том Что Все Свидетельства Советской Стороны Участников Расстрела Романовых Подделаны Все это Подброшено В архивы Следствие Постановило Проверить На подлинность Почерк Юровского Авторскую Лексику И стиль Изложения Это Текст Стенограмма Выправлена Лично Я М. Юровским Его почерком А это у нас Экспертиза Да Заключение Почерковедческой Экспертизы Давайте посмотрим Куда Вот так Поправки Идут Чернильной Ручкой Печатки Шибки Это точно Почерк Юровского Экспертом Установлено Поправки Он наносил Уже в текст Обе Экспертизы Установили Правки В отпечатанных Документах Сделаны Рукой Юровского И стиль Изложения Полностью Соответствует Его Речи Признаков Заученности Текста Юровским Не обнаружено Останки Найденные В захоронении 2007 года Были тщательно Исследованы Судебно-медицинскими Экспертами Археологами И генетиками Установлено Установлено Двум Людям Каков возраст Этих людей Был установлен Возраст Который Соответствовал По разбросу Биологического Возраста Возрасту Алексея Николаевича Романова Были признаки Воздействия Концентрированной ДНК Из сгоревшей Кости Некоторые Сомневались И считали Результаты Экспертиз Подделкой Для того Чтобы подтвердить Или опровергнуть Эту версию В 2015 Году К изучению Останков Следствием Были привлечены Антропологи Наши исследования Были связаны С останками Двух людей Тела которых Были Очень Многократно И многообразно Повреждены И задачи Наших работ Связаны с тем Чтобы понять Кто это был И что с ними делать Нет Полного Сгорания Не могли работать Генетики Там очень крупные Участки Сухой кости Которые Не успели Повредиться Огнем Поэтому там Сохранилась ДНК Сейчас Останки Двух тел Хранятся В Новоспасском Монастыре Возможно Позже Они будут Перезахоронены В усыпальнице Петропавловского Собора Следствие Назначило Молекулярно-генетические Экспертизы Останков Всех Одиннадцати Человек Найденных В двух Захоронениях Осенью 2015 Года В Екатериненском Пределе Петропавловского Собора Города Санкт-Петербурга Были подняты На поверхность И получены Образцы Из двух Ковчегов В которых Предположительно Находились Останки Николая Второго И его Супруги Александра Федоровна Забирались Образцы Для проведения Генетических Экспертиз При этом Следственные действия Присутствовали И священники И священники Для проведения Генетических Экспертиз ДНК Исследовались Сразу По трем Линиям Женской Мужской И так называемой Неполовой По аутосомным Маркерам Они более информативны Потому что Вы можете Перемножать Вероятности Если использовать Вот Варианты Эти Из разных Хормосом Перемножив Все вероятности Мы получили Очень высокую Степень Достоверности Мы Также Показали Что Те останки Которые Предполагалось Понадлежать Детям Они имеют Точно Такую же Метахондриальную ДНК Как и Скелет Номер 7 Который Мы определили Через родственников Что это Александра Федоровна Показали Что По мужской Линии Это родственники Николаю Первому На основе Вот этих Всех данных Сделано Было Заключение О том Что Это Семья Романов По Просьбе Русско-правосланной Церкви Те же Самые Фрагменты Которые Брали Мы Просто Делили Как бы На две Части Одна Оставалась Следствию Для исследований Другой Отдавали Церкви Которые Проводили Тоже Свою Экспертизу При этом Они Проводили В зарубежных Двух Лабораториях И мы Не знаем В каких Именно Лабораториях Проводились Были Проведены Экспертизы Как бы Зашифрованы Сами Останки Что Же Показали Экспертизы Удалось Ли Выяснить Кем Были Люди Захороненные В разных Частях Поросенкова Лога Уникальный Экспонат Шляпа Николая Романова В ней Он Будущий Счет Сосаревичем Пережил Покушение Во время Поездки По Японии В 1891 Году Она Никогда Не Выставлялась Вы Видите Шляпу Впервые Ударов Собственно Было Несено Два А не Один Сначала Такой Примерочный Удар И Очень Хорошо Видно Это На Туле Шляпы Затем Второй Удар Который Разрезал Фетр И Пришелся На Ободок Шляпы В том Что это Шляпа Николая Александровича Мы убеждаемся Когда Видим Великокняжеский Вензель Наследника Цесаревича Какую Важную Зацепку Дало Изучение Этих Повреждений Ранения Которые Получил В Японии Николай Александрович Которые Должны Были Оставить След На Его Черепе Следствие Обратилось Письмом В Первый Медицинский Университет Города Санкт-Петербурга Попросил О помощи И На их Базе Был Исследован Череп Номер Четыре Перед нами Череп Номер Четыре Значит Предполагается Что череп Принадлежит Николаю Александровичу Последнему Нашему Императору Вот в этой Области В правой Теменно Лобной Или лобно-теменной Области Есть Два Возвышения Продольных Два Продольных Возвышения И два Продольных Углубления Это Прижизненные Углубления Это Не случайная Вещь Это Следы Какого-то Травматического Воздействия В прошлом Какого-то Зажившего Перелома Что позволяет Нам Говорить О том Что это Перелом Прижизненный Следы Сабельных Ударов Обнаружились В правой Части Головы Специалисты По судебной Медицине Изучили Заключение Трех Врачей Составленное Медиками Сразу После Покушения На цесаревича Там Написано Что Повреждение Находится На правой Половине Головы Что Вот там То Располагается Одна Рана Там-то Располагается Другая Рана Из одной Раны Извлечен Кусочек Кости Это Говорит О том Чтобы Кости Были Повреждены Правда Кость Тонкий Кусочек Кости Был Извлечен Но Длинной Длинной Эти 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 элементы Были Нанесены Тогда Когда Человек Жил И он После Этого Еще Жил Неопределенное Время Скорее Всего Это Было Нанесено Каким-то Длинным Узким Предметом С учетом Толщины Вероятно Острым То есть Может Соответствовать Нанесению Холодным Оружием С помощью Современного Томографа Были изучены И другие Черепа Если вы Посмотрите Сразу В сравнении Двух Черепов Одинаковая Форма Лобной Кости Они Практически Идентичны У первого Пациента И у второго Мы видим Одинаково Развитые Лобные Пазухи Вот они Они прекрасно Развитые Но нет Проявлений Вот этой Надбровной Дуги Вот это Чаще всего Наследуемый Признак Череп останков Номер 7 Предположительно Принадлежащие Александре Федоровне И номер 5 Великой Княжне Татьяне Практически Идентичны Что доказывает Их родство Судмедоэксперты Пришли к тем же Выводам Но другими Методами Фотосовмещение Прижизненной Фотографии И И Рентгеновских Изображений Допустим Ну и самих Там их черепов Вот череп мы берем Его Фотографируем В том же самом Ракурсе И масштабе Что и сделана Была прижизненная Фотография И дальше проводим По определенным Опознавательным Точкам Проводим Совмещение Сделан не только На анфас Снимках Анфас В передней проекции Снимочков Так Но и в профиль А кроме того Еще когда Дети Болели Тифом То их Обрили И Сделали Фотоснимки Сзади Лысые головы Так Всех детей Вот И снимок Был точно Сзади И появилась Возможность Еще одну Проекцию Поисследовать Итоги Эксперимента Оказались Удивительными Черепа Трех девушек И одной Женщины Практически Полностью Совпали С фотографиями Великих Княжон Ольги Татьяны Анастасии И Александры Федоровны Тот же Результат Получился И у Стоматологов На этой Фотографии Представлены Четыре Челюсти Женских Нижних Четыре Челюсти Которые Похожи По своим Очертаниям Формой Зубных Рядов Это Челюсти Принадлежащие Третьим Пятым Шестым И седьмым Останкам Предположительно Трем Сестрам И матери Перед вами Признаки Явного Кровного Родства Казалось бы Сомнений Не остается Останки Действительно Принадлежат Царской Семье Но что покажет Самая точная Генетическая Экспертиза Эксперты Генетики Взяли Смывы Крови С уникального Предмета Рубашки Николая Второго Которая Хранится В запасниках Эрмитажа Рубашка Цесаревича Николая Александровича Конечно Это совершенно Особый Экспонат Он Очень и Очень Человеческий Вы подходите К рубашке Видите Следы Крови Которые Совсем Коричневые Очень темные И понимаете Что Больше всего Крови Осталось На Воротничке Вот Очень хорошо Видно Здесь И Почему-то На Рукаве Рубашки На правом Рукаве Почему Это было Человеческое Совершенно Такое Движение Он Приложил Свою Правую Руку К Раненной Части Головы И Конечно Сюда Именно Поэтому И затекло Больше Всего Крови Кровь На Рубашке Осталась После Ранения Которое Николай Романов Получил Во время Того же Неудавшегося Покушения В Японии Впервые Рубашка Была Исследована В 2008 Году Но В рамках Нового Следствия Экспертизу Решено Было Повторить Заново Мы Использовали Образцы Крови Найденные На рубашке В Эрмитаже Почему Потому что Здесь мы Можем Сравнивать Не только Родственников Удаленные Считать Вероятность А просто Профили Друг с Другом То есть У вас Должны Совпасть Полностью Все профили Идентичные Быть И по Игрек По Утосомам По Метахондрии Разрешили Сделать Только Смыв Я была Участником Этого События Мы В общем Попытались Насколько Это было Возможно Сделать Просто Обыкновенной Водой Выделяли ДНК Пробовали Разные Объекты Там Разные Пятна Которые Были На этой Рубашке И удалось Действительно Получить Очень Качественный Профиль Полученные Образцы Были изучены Независимой Генетической Лабораторией И Экспертами Следственного Комитета Смывы Следов Бурого Вещества На этой Рубашке Нам позволили Выделить ДНК Профиль Николая Романова А дальше Уже Вы понимаете Дело Техники У нас Произошла Идентификация Останков Из захоронения В Екатеринбурге У нас Установлены Генетические Профили Этих Костных Останков И дальше Нужно Было Сравнивать Мы Нашли Что у нас Есть Генотип Николая Романова Который Сочетается С детьми С девочками Погибшими На уровне Отец Дочь А дальше В этом Захоронении Были Идентифицированы Останки Матери Этих Детей И Профили Тоже Совпали Профили Были Идентичные Причем Это все Опять Дело Совершенно Независимо И мы Не можем Понимаете Мы же Работаем С приборами Мы Как бы Не Просто Приводим Тексты Как мы Считаем Прибор Выдает Результат То есть Мы его Не можем Изменить По существу Мы Работаем Как Прибор Кажется Можно Поставить Точку Но Как Найти Дополнительные Подтверждения Что Среди Останков Двух Тел Найденных Отдельно Цесаревич Впервые В рамках Уголовного Дела Была Проведена Уникальная Генетическая Экспертиза По Определению Гена Гемофилии Ей Как известно Страдал Алексей Мы Показали Кто Является Носителем Мутации Кто Не Является Обнаружили Это Действительно Алексея У Александра Федоровна Присутствует Как Здоровый Вариант Так И Вот Этот Больной Вариант Как Ожидалось Потому У 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 Сестер Получилось Так Что Старшие Сестры Не Являются Носителями Гемофилии И У Одной Из Младших Сестер Мы Обнаружили Что Она Действительно Является Носителем Если Мы Ориентируемся На Антропологические Выводы То Это Анастасия Антропологи Также Подтвердили Что Останки Юноши Найденные В 2007 Году Носят Признаки Гемофилии Что Еще раз Доказывает В захоронении Был Обнаружен Цесаревич Алексей Состояние Сосудистой Системы Гемофилика Отличается От Нормального Здорового Человека Существуют Самые Показательные Участки Скелета На которых Можно было Быть Эти Деформации Связанные С гемофилией Мы Обнаружили Некоторое Аномальное Строение Сосудистой Ткани Бедренной Кости Генетики Исследовали Всю мужскую ДНК Линию Получая Образцы Непосредственно От его Носителей С башлыка Императора Александра Второго Который Был на нем В момент Покушения В 1881 Году И Из останков Александра Третьего Полученные Результаты Сравнивались С останками Найденными В Поросенковом Лагу Скелетом Номер Четыре Предположительно Принадлежащим Николаю Второму И частями Скелета Подростка Обнаруженными В 2007 Году Сравнение Генетического Материала Показало Полное Совпадение По системе Отец-сын То, что Александр Третий Является Отцом Мужчины Погибшего И условно Обозначено Номер Четыре Кроме Этого У нас Такая Выставилась Логическая Цепочка Что Александр Второй Является Биологическим Кровным Родственником Останком Номер Четыре И Останком Мальчика Обнаруженным В 2007 Году Впервые Были Проведены ДНК Экспертизы Останков Которые Предположительно Принадлежат Людям До последнего Дня Остававшимся С царской Семьей Была Проведена Молекулярно-генетическая Экспертиза По сравнению ДНК Профиля Полученных От останков Номер Два И Правнуком Боткина И Получилось Полное Совпадение По мужской Линии Еще Одно Новейшее Доказательство Того, что Одиннадцать Тел Обнаруженные В Поросенковом Лагу Это семья Последнего Российского Императора И их Приближенные Пришло Из-за Океана Совсем Недавно В январе 2022 Года В Нью-Йорке Есть человек Николай Николай Бахмаков Он Купил На аукционах Во Флориде Медальон Золотой Медальон Который Приближал Александра Федоровна Он Открыл Там Была Фотография Александра Федоровна А за Фотографией Он Обнаружил Волосы А потом Он Купил Рамку Из металла Из фотографии Королевы Люиза Датской королевы Бабушка Царя По материнской Линии И там В этой рамке Он Тоже Нашел Волосы Да Он Дал Эти волосы В лаборатории ДНК Результаты Такие Что Волосы В Медальоны Совпали Сто Процентов С Останки Найдены Александра Федоровна На Каптековской Дороге Сто Процентов Волосы Найдены В рамке Николая Тарова Совпали Сто Процентов Сквозь Найдена Каптековская Дорога Николая Тарова Выводы Исторической Экспертизы О том Что Убийцы Сначала Глумились Над телами Царской Семьи И их Приближенных Наганиной Яме А затем Захоронили Их В двух Разных Местах Поросенкова Лога Подтверждают Баллистики В 1991 Году Когда Было Обнаружено Останки Синие Романовых Это было 14 пуль В тот момент Изъято Чуть позже В 1997 Году На месте Где По воспоминаниям Участников Расстрела Сжигалась Одежда Струпов Были Обнаружены Еще 8 пуль И уже В 2007 Год Было Обнаружено Кострище С останками Двух Человек Предположительно Это были Останки Царевича Алексея И Княжны Марии И там Были Обнаружены Две Пули И один Фрагмент Оболочки Одна Пуля От пистолета Браунинг 1903 года Модель Калибр 7,65 Миллиметров Как известно Из историко-архивных Источников Что при расстреле Царской семьи Марию Не добивали В нее стрелял Медведев Который был вооружен Браунингом Калибра 7,65 Миллиметров Это говорит о том Что это единственная Пуля Ее сразу Убила Вот эта пуля Оказалась здесь Это тоже одно Из доказательств Кто же здесь был А две остальные Одинаковые пули Это тоже Общеизвестный Такой факт Что раненого Цесаревича Алексея Двойным выстрелом Добил Юровский Вот в данном случае Мы имеем Две одинаковые пули От одного пистолета В итоге В процессе Сравнительного исследования Было установлено Что Пули Которые были выстрелены Из револьвера «Наган» И изъяты В 91-м году И в 98-м годах Были выстрелены Из одного экземпляра оружия Сейчас работа экспертов Практически завершена На сегодняшний день Закончены все Исследования Направлены на Идентификацию Данных людей Останки которых Были обнаружены Выводы современного Следствия Совпали С выводами Историко-архивной Экспертизы О том Что в ночь С 16 на 17 июля 1918 года В доме Ипатьева В городе Екатеринбурге Были расстреляны Император Николай II Его супруга Александра Федоровна Четверо дочерей Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия Их сын Алексей И те лица Которые остались им верными До конца В захоронениях В захоронениях 1991 года И 2007 года Находятся останки Именно лиц Расстрельных В ночь на 17 июля 1918 года В доме Ипатьева Основываются На результатах И совокупности Всех проведенных По делу экспертиз А также изучение Материалов Следственного дела Соколова Документов, которые Украинат в себе Воспоминания Справки различные По обстоятельствам Тех событий С тех трагических дней Минуло больше ста лет Сменялись эпохи Страна переживала И великие победы И страшные потрясения Но все это время Не угасает надежда Что души людей Ставших жертвами Злодеяния Обретут Наконец Покой И воссоединяться Не только в лучшем Из миров Но и в нашей памяти Выводы следствия Планируется Представить На архиерейском Соборе Весной 2022 года И возможно Если церковь Согласится С мнением Экспертов И признает Что останки Принадлежат Членам царской Семьи И их Приближенным Состоится Церемония Обретения Мощей Семьи 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 Семьи